Проводить референдум по поводу строительства 4-го моста через ОПН Новосибирск не будут, а жители региона получат дополнительные возможности для реализации материнского капитала. Эти и другие вопросы сегодня рассмотрели областные парламентарии на первой осенней сессии. Николай Сальников подробнее. Заготовить 30 кубов древесины для ремонта жилья. Теперь такая возможность появилась у многих селян. Ну очень долго шло решение этого вопроса. Когда инициаторы это были, наверное, следует признать райсоветы Северного района, многие депутаты. Вот наконец-то в этот СОЗО решение принято. Сейчас мы выносим на первое чтение изменения в закон, где жители двух квартирных домов будут иметь право на заготовку древесины в льготном порядке для ремонта своего дома. Раньше такой льготой могли пользоваться лишь владельцы индивидуальных строений. Упростили парламентарии и процесс заготовки дров. И еще недавно селяне не имели права использовать даже погибшие деревья. Теперь такое право есть. Внимание к районам области на сессии вообще было особым. Крестьянам дали возможность использовать материнский капитал для покупки техники. Вошли в повестку и изменения в бюджете области. Благодаря федеральному займу на обслуживании коммерческих кредитов регион сэкономит 650 миллионов рублей. Исполнение бюджета идет в тех параметрах, которые планировали на 2016 год. Отрадно, что мы все-таки сократили почти наполовину дефицит бюджета с 10-15 году до 5 миллиардов рублей в 2016 году. Еще одной темой стало предложение нескольких парламентариев провести областной референдум о строительстве четвертого моста. Однако большинство депутатов идею сочли некорректной и в итоге не поддержали. Референдум проводить в нашей огромной области, где половина населения это сельские районы. Но я вас уверяю, что для них мост, ну, они сразу скажут, нам асфальт положите где-нибудь в деревне. Поэтому я считаю, что это, ну, объективной оценки при любом случае не будет. Вернулись на первой осенней сессии и к резонансному вопросу – эвакуации транспорта. На сей раз речь идет о смягчении этой процедуры. Теперь вызволить автомобиль со штрафстоянки невнимательные водители смогут еще до оплаты штрафа и услуг эвакуатора. Николай Сальников, Борис Гладких, Новости ОТС.